Всем привет! Сегодня к нам в очередной раз приехал Сергей Лашин. Сергей сегодня у нас пожаловал с отличным не сайтом уже, а инстаграмом. Сайт у него получил уже премию, я знаю, что он делал. И сегодня с новой темой это инстаграм, упаковка инстаграм. Он недавно ее сделал и она приносит ему клиентов. Они приходят, запрашивают сегодня, как он это сделал, мы поговорим. Серег, привет! Расскажи немножко про упаковку, что ты подразумеваешь под упаковкой, как ты ее сделал, немножко вот про эту тему, потом мы и побеседуем. — Я представлюсь еще разок. Меня зовут Сергей Лашин, я с вас уже знаком более 8 лет. Я архитектор, у меня, собственно, бюро, которое называется «В проекте». И также у меня есть инстаграм, который также называется «В проекте». Вот, можете заходить, посмотрите, изучите. Первый твой вопрос был, точнее, единственный вопрос про упаковку, да? — Расскажи вообще, вот у тебя был сайт классный, мы сейчас его затрагивать не будем, можно посмотреть отдельно, там ссылочку оставлю в описании. Очень классный сайт, победитель наград. И теперь ты сделал упаковку в инстаграм, да? Почему инстаграм, почему не сайт, да? Что тебе это дает и как ты его делал? — Все началось, наверное, с личной истории, и она как раз дала импульс работы над инстаграмом. Дело в том, что как раз, Стас правильно говорит, есть замечательный сайт, который называется «В проекте ком», в который я вложился в 2019 году и в 2020 его закончил. Он действительно взял премию, вот он тут где-то даже, эта премия вывешена. Вот она, вот, European Property Awards. Две премии взяли, один за один проект, который здесь в Новогорске, второй за сайт. В общем, как только ко мне пришли несколько достаточно серьезных клиентов, они помимо сайта начали спрашивать, а можно посмотреть вас в социальных сетях? И социальная сеть в основном спрашивалась в инстаграм. Инстаграм у меня был просто отвратительный, и он не велся. То есть я вообще социальный человек. Асоциальный? Да, асоциальный, серьезный. Я не люблю вести социальные сети, даже если посмотрите инстаграм, тут про меня очень мало, тут больше проекта, больше то, что я делаю. Планировки веждают. Планировочки делаю, да, делаю. В основном я увлечен именно творческой работой, и не люблю писать сторис, не люблю себя показывать. Это особенность, но я думаю, с этим мы будем работать. Так вот, когда вы видели, сказали, Сергей, что-то непонятное какое-то у вас инстаграм, какие-то непонятные у вас работы, то у меня там действительно были там 17-го, 16-го года работы. Ну, просто не вел. И это был импульс, чтобы этим заниматься. И после импульса я создал команду. Каждый раз после того, как я вижу, что что-то не так, и я в этом не силен, я начинаю искать команду, которая мне поможет в этом. И я поменял несколько СММ-специалистов и нашел того, кто мне поможет в нынешнем инстаграме. Вот, если кратко. Так, окей. И в чем логика? Ну, давай сначала про результаты. То есть, что тебе дает, я вижу, что ты оформил инстаграм, команда сработала хорошо, ты сказал, что ты его зафиналил, оформил. Что тебе дает сейчас там в практическом плане, то, что получилось? В практическом плане, вот по факту, что получается? Когда приходит клиент, он часто приходит не только в инстаграм, он в основном, примерно процентов 90-95, приходит через сайт, либо какие-то через внешние ресурсы, которые все равно попадают на сайт. А откуда, вот, давай, какие твои клиенты еще скажи, то есть, класс твоей недвижимости, который ты делаешь, я вижу, и дизайн достаточно высокий. Да, на данный дизайн идут клиенты в основном класса, ну, сейчас, предыдует бизнес, хотя это такие условные значения, просто люди, которые могут позволить себе достаточно дорогой, хороший дизайн, не только его проект, но и реализацию. В основном, это люди, которые имеют недвижимость от 100 квадратов и дома от 250 квадратов, и у них имеется бюджет не только построить себе дом или купить хорошую квартиру, но еще у них есть деньги на ремонт. Это важно. Примерно от 100-120 тысяч за квадратный метр, это мы говорим про сам ремонт, ну, про само воплощение, потому что уровень идей, он должен соответствовать бюджету самого заказчика. И как раз люди, они приходят с разных ресурсов, в основном это социальные сети. Ты же их не ведешь, как они приходят. Объясню, и профильные площадки. Это изначально был импульс. Социальные сети не одни, а одна. Это YouTube. А, с YouTube. Да, как раз я говорил, что я делаю планировки, и не просто так рисую, и все, и стол краду, а я снимаю это на камеру, это сложно, это тоже… Тебе-то здесь есть, да? Да, они у нас соединены, вот если смотреть… ЖК Береговой, например, планировки, сначала мы делаем планировки ЖК Береговой, исходная планировка, это то, что у застройщика планировочное решение, то, что фактически мы сделали. Следующая там квартира, следующая квартира, следующая квартира. Если ты берешь сайт застройщика, делаешь там перепланировку и показываешь, как можно сделать, и люди потом это видят, думают, о, нормальный дизайнер, надо обратиться. Да, 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 делаю анализ планировок, как раз именно беру не исходник, который обычно обмеры, а именно, конечно, с продажного сайта. Я, кстати, тоже скажу, что Сергей такую тему сказал, вот, и потом… Ты первый подходил. Да, я думаю, прикольно, я тоже взял этот самый свой компьютер, да, и стал записывать, то есть, но у меня делал не застройщик, как ты делаешь, а мне присылают просто люди, которые уже сделали, и я там разбираю, выкладываю на YouTube, тоже, кстати, прикольная тема. Да, спасибо тебе за рекомендацию. У тебя хороший формат, я подсмотрел, у тебя формат, у тебя вот есть огромный монитор, ты можешь, вот у тебя несколько камер, ты можешь переключаться, у меня это проще, тут даже есть кусочек такой некий тизер, тизер к данному разбору, я просто сижу на iPad, у меня есть запись с iPad, запись с камеры. Ну, то же самое, в принципе, да. Да, немножко разные подходы, но, в принципе, формат один и тот же, это делает много дизайнеров, и это не новый формат. Убаревич еще, кстати, видел тоже дело, потому что... Убаревич, по-моему, до сих пор что-то. Он делает прямо на планировке, то есть он берет планировку распечатанную, и без камеры специально, да, он делает просто от руки, ну, тоже прикольно. Карлсон делает. Да, ну, в принципе, тема рабочая. В общем, ты подтверждаешь, что тема рабочая, клиенту нравится. Да, да, отлично. Это формат, по сути, YouTube, и через YouTube человек переходит на сайт, смотрит социальные сети, остальные, потому что, ну, социальных сетях, на самом деле, проще человеке посмотреть, нежели сначала вникнуть в структуру сайта, в самую систему сайта. А Instagram или YouTube – это более привычная площадка. Человеку более привычно будет посмотреть пару роликов, нежели чем пощелкать на пару страниц сайта, которые ему, ну, он видит первый раз. Ну, ты видишь человека в деле, да, его мысли, как он там вообще мыслит, двигается, говорит, что он рассказывает, как тебе будет с ним вообще, ты уже представляешь. По сайту ты, как бы, можешь только догадываться, то есть сложнее его анализа. Ну, супер, да. Ну, немножко побольше нужно извилин подключить, поэтому проще как раз площадки YouTube и Instagram. Так, отлично. Значит, к тебе приходят по YouTube, например, да? Откуда еще? Тут был просто вопрос, я… Да, YouTube, дальше есть профильные сети именно профессионалов в сфере дизайна либо архитектуры. Если тебе нужно Pencil, говори. В сфере дизайна или архитектуры – это небезызвестный всем House.com, это международная площадка. Там у меня несколько отзывов, и оттуда идут. Проферу, вот. Ну и в целом это вот такой основной такой столб. Вот я тебе зачитаю вопрос от нашего слушателя, значит, что получается, здесь Instagram используется как портфолио, трафик идет с House и других профессиональных сайтов. Там клиент переходит на страницу в Instagram, смотрит портфолио и делает заказ, ну, как бы обращение. Было бы интересно узнать, какие смыслы закладывались в упаковку, чтобы понять, считываются они или нет. Хорошо. Отличный вопрос. Значит, да, правильно читатель твой все увидел. Для меня Instagram – это самое главное, почему я его сделал, почему я его улучшил. Это очень хорошо упакованная страничка с портфолио. Человек должен попасть… Покажи, как устраивает. Да, смысл следующий. Человек попал, он узнал, как-то обо мне узнал, каким-то образом. Я хочу, чтобы он узнал обо мне побольше. Поэтому у меня есть актуальные, я хочу, чтобы он узнал и про меня, и про мою студию. Он кликает, например… Тут это работает? Да. Он сначала узнает обо мне, как о человеке. То есть я тоже не робот, я делаю не только планировки, и живу только дизайном. Я и спортсмен, и есть какие-то у меня выступления, где-то, у твоей же конференции. Вот ты там из Света Котлукова, привет, Света, если смотришь. То есть смотрят на человека, то есть показывают не только проекты, но и человека. Второе, что для меня важно было, как отсюда уйти. Инстаграм немножко может глючить. Ага, вот. Искейф. Второе, я не буду нажимать, можно самому посмотреть. Второе, он и не смотрит студию, и именно какие плюсы у самой студии. Да, нажимаем. Ну, давай, давай. В общем, сначала мы показываем. Ты можешь рассказывать, оно будет мотаться. Да, вот студия, посмотрите, что мы делаем не только красивые картинки, но мы еще там технически подкованы, или у нас есть очень хорошие там строители, или у нас есть реализации, или у нас есть отзывы. Это уже какие плюсы, какие основные моменты студии, он должен подчеркнуть. Это то, что полезно для самого клиента, уже в коммерческом плане. И здесь у тебя смысла идут, которые ты накидала, которые выводят и спроектировал эту тему. Там тоже следующий вопрос был, а сколько стоит это, кто это делает, как это работает? Я дойду, дойду попозже, простоимость. То есть тут вторая упаковка, это смысл для клиента моего, собственно. Сначала я сделал некую разбивку, что важно, где подчеркивается экспертность, где подчеркивается наш опыт, и так далее, и так далее. Это все. А вот тут смыслы пишутся. Да. Картинка, доказательства, и смысл, который им нужен. Да, картинка, доказательства. Картинка, доказательства. С наградами. Да, награды конференции, допустим, куча сертификатов, вот этот европейн проперти. Мы бы поехали туда, но был локдаун, не могли поехать, английская награда. Отлично. Как выглядит проект, какие у нас еще плюсы есть, с кем мы общаемся. Неважно. Это, в общем, здесь вот у тебя... Да, и все это разбито по смыслам. Вот это все разбито по смыслам. Но, в первую очередь, человек смотрит именно портфолио. Для человека извне, ну, для моего именно заказчика, который себе представил, очень важно увидеть именно, что мы делаем в принципе, чем мы цены, мы цены именно теми работами, которые мы сделали изначально. Итоговым продуктом. Итог, да, продукт. И что ты умеешь? Мне все равно, в общем, кто ты, что делает твоя студия? Давай покажи, что у меня будет в итоге на руках. И итоговый продукт у нас забит в шапке. А вот можно догадаться, что здесь? Потому что я, как к клиенту, словом, сейчас захожу, я первым делом, я, наверное, смотрю здесь. О, прикольно, интересно. Что-то там классно. Листаю сюда. Там могу понажимать. Недостаточно очевидно, что сюда можно нажать. Как-то... У меня другая. Приходит, да? Да, у меня другая история. Да, то есть... А, они с телефона, наверное, смотрят? Конечно, конечно. Все, это мы сейчас с компасом. Да, они видят... Вот сейчас камера не сильно видна. Вот видишь немножко зажатым. Да, да, да. Сейчас надо... Можно поменять? Наверное, не ловит просто немножко. Сейчас мы подвезем. У нас техника. Отлично. Ну вот сейчас, в первую очередь, они видят вот эту историю. То есть, они, когда зайдут с телефона, они сначала почитают вообще кто-то такой. Что ты вообще умеешь? И в первую очередь, они поймут. А, мне хочется современности. А, я не люблю современные, люблю на ее классику. И, например, нажимает на ее классику. Все, понял, круто. И все. И здесь у тебя портфолио сделано, да? Да, да. Тут портфолио и разбито по блокам. Гениально. Вот. Все. Если ему не нравится современный стиль, он не нажмет на классику. Точнее, если ему нравится современный стиль, нажмет на современный. Если ему нравится классика, он нажмет на классику. Тут в формате таком... Здесь ты не обновляешь, он как бы сделал просто портфолио. Это разбито. Да, есть некая шапка, которая говорит, что это за проект. Какая структура именно каждого из проектов? Давай просто на примере Ленинского проспекта покажу. У меня своя структура. Есть шапка, которая разбивает чисто визуально каждый из проектов. Она очень... Она хорошо просто отделяет проект от проектов. В принципе, она... Ну, самая простая, что может быть. Здесь у нас уже разбивается все по комнатам. Если кому-то хочется посмотреть много спальни, то есть каждый из человек... Ну, каждый человек может посмотреть исключительно спальню или исключительно гостиной. Или просто посмотреть какой-то промо-ролик. Вот здесь есть в самом конце каждого из стилей ролик про каждую из квартир, домов и так далее. Это удобно. Кому не хочется щелкать, нажимает, смотрит. Кому хочется погрузиться, может почитать. Посмотреть поподробнее. И так по каждому из работ. И все это еще дублируется в актуально. То есть ты перенес сайт в позицию Instagram и сделал так, чтобы было удобно. А кто... Как это? Сам-то все делал это на него людей? Именно идею мы сочинили вместе. Я подсмотрел такое портфолио в каком-то из аккаунтов, но они не делали на это упор. Это просто было портфалинное... То есть обычное портфалинное аккаунт студии, которое мне просто понравилось по подаче. Потому что мне очень нравится, когда все структурировано по блокам, разбито по блокам. И в данном случае плиточный формат, это когда 9, все помещается в экран лично в мой. 9 элементов. Нет, 12. 12. Да, именно в iPhone, потому что он вытянут. Он смотрит, он может увидеть одну работу. И это как раз удобно по экрану. И вот эту работу он как раз видит только ее. Ну и соответственно разбивается. И потом еще одна работа. Потом еще одна работа. То есть он концентрируется. То есть одна работа, один проект. Да. И он концентрируется на конкретном проекте. Прикольно. И нету каши. Самая большая проблема, почему вообще я структурировал классический стиль и современный, потому что у меня была очень серьезная каша в проектах. Каша просто невероятная. Очень много дизайнеров имеют разнообразное портфолио. Ну, то есть я как один из дизайнеров начинал с того, что давали, то и делал. Как многие начинают. То есть пришел клиент, я хочу классический стиль. Ну я тебе сделаю. Я хочу современный. Я тебе сделаю. Не было возможности выбора, не было возможности отсеивания. Я думаю, у большинства дизайнеров такая история. И у меня такая же ситуация. Но фишка в том, что у меня два эти стиля развивались вместе и росли. У тебя раньше четыре было, я помню вообще. Я их структурировал. Это слишком сложно. По факту стили, которые назывались акценты nature, вот как раз они тут есть в шапке, уже там есть подстили, которые уже не так сильно... Отличаются. Кому нужно, тот будет отличаться. Кому не нужно, тот будет просто говорить, не современный или классический стиль. И проблема инстаграм была, что у меня была, если прокрутить на год назад, у меня была реально каша. А, вот там вот дошла. Да, прям в самом конце давай я покажу. Ты не скрывал, да, это остальное? Я не скрывал. Вот, пожалуйста, вот она каша. Непонятно, чем заниматься. Ну да, да, здесь такой минимализм. Да, да. Тут современный стиль, тут классический стиль, тут вообще работа там 14-го года. Причем как бы работа вся красивая, но ты не видишь общий концепт. Да, но тут какой-то винегрет. Вот мне это не нравилось. Мне нравятся картинки, то есть каждый из отдельных этих работ, они симпатичные, неплохие. Но если смотреть в целом, я не могу почитать, вычитать человека, что он хочет. Да, я заплачу тебе денег, что ты мне сделаешь? Ты мне вот так сделаешь, или ты мне вот так сделаешь? Как повезет? Кидаешь монетку. Да, да, да. Вот это проблема. Это как бы и хорошо, и плохо. Это плюс и минус. Поэтому… Решение структуризации. Да, пришло решение к такой структуризации. Прикольно. Прикольно. Так, окей, значит, как они сейчас там работают, получают, давай еще по-свою. Было бы интересно, какие смыслы. Значит, смыслы у тебя получается, как я… О, кстати, вот он мы. А, вот с… Конференция. Прикольно. Выступил. Значит, что у тебя получается из того, что я понял? У тебя хорошо структурирована шапка, это про тебя, плюс у тебя отсюда ведет на два стиле в портфолио. Здесь у тебя там личная студия, YouTube, комплектация, авторские, nature, авторские, как настройки, да? Авторские, да. Вот красавторские продает услуга авторские, но как раз вот это самое слабое. Тут буквально два видео. А, ну вот. У тебя тут мало видео, если посмотришь, порядка там 10 видео, это мало. Для авторского это мало. О, какая доска, он собачка, кстати, прикольно. У тебя было. Да, да, да. Слушай, прикольно. И дальше что получается? Дальше люди приходят… Ой, идите, закрыл. Сейчас. На свой попал аккаунт. Возвращаемся назад. У тебя получается, люди приходят, какой путь клиента? Вот они такие зашли. Дальше что-нибудь звонят или на что они теперь ориентируются? Что происходит? Директ или звонок. В директ. У тебя где-то написано, что пишите в директ? Вот они зашли. Нет, сами догадались. Да, люди, которые пользуются инстаграмом. У тебя призывают действию какого-то. Нету. Интересно. Вообще. То есть, я бы написал, пишите в директ, но просто нет места уже. Сам инстаграм ограничивает. Так, понятно. И, значит, что получается? Человек смотрит, да? Допустим, нажимает, смотрит, читает, читает. Вот здесь вот что ты пишешь? Именно вот здесь. Как ты ведешь вообще? Да, да. Я рассказал про самое простое. Вот это вот сверху, это портфолио. Это он может посмотреть, современный или классический, определиться, нужно, ну, интересно ему или неинтересно, подходит ему или нет. Здесь у меня структурировано чуть сложнее. Измель, пожалуйста, а ты на сайт не ведешь теперь у тебя же сайт? Как бы есть. Ведет. Это дублируется где? А где ты ведешь на сайт? Или не здесь? А, на сайт идет через топлин. А, через топлин. Да, все, супер. Значит, в чем смысл? Портфолиный аккаунт, это понятно. Общий аккаунт, он чуть сложнее. У меня фишка в том, что помимо портфолио, я веду вот эти планировки, которые я показал, есть еще личная жизнь, то есть есть про что рассказать, есть что донести. Здесь у меня структурируется, тут миксуются проекты, и они чередуются современные и классические проекты. То есть я специально в вот этом блоке не делаю классических элементов, но я делаю микс из разных проектов, которые находятся у меня в портфолином аккаунте. Зачем, почему? Показывают разнообразность работы. То есть здесь у тебя разнообразие, а в портфолио у тебя идет конкретика? Да, там структуризация. Да, тут разнообразные, разные стили, я специально их так чередую, чтобы они сочетались, но были все-таки разные, и решения были разные, чтобы не было впечатления у заказчика, что у меня там два проекта всего лишь, когда по факту у меня там прорабатывается больше десяти. То же самое перебивает шапка. Шапка, она, кстати, очень интересная. Давай поподробнее про нее я расскажу, и перейдем к вопросам. Допустим, есть прикольная шапка, мне нравится вот эта. Стиль Black Nature. Что такое шапка? Это что ты имеешь в виду? Вот смотри, шапка, я подразумеваю, что у меня есть плиточный блок из девяти работ, вот он как раз, тут портфолио. Все это разбивается шапкой. Шапка, она не просто... Как заголовок, да? Как заголовок. Но это не просто белый фон, как в портфолио, она имеет какой-то смысл. Видео? Видео планировок. Здесь планировки, которые я разобрал до этого, в каком-то ЖК. Это личный пост, немножко разнообразить эту сухость этих всех решений. И видео связанное с интерьерами. Вот тут, допустим, веселое видео, оно мне нравится. Вот такое в стиле... о семейке Адамс смотрели этот сериал. Та-да-там, пам-пам, та-да-та-там, пам-пам, вот и так далее. Прикольно. Да, там. Вот. И все рассказывается про стиль Black Nature в этом плане. Кому-то интересно видео, смотрит формат видео, кому-то интересно формат картинок, смотрит картинки. Так, супер. Дай сюда, надо нажать с этой штучкой. Так, сколько денег и времени ушло на видеоконтент, кто его прописывал в сценарии видео? Я больше даже не только про видео, спрошу, а вообще, вот как ты это делал? Сам ли ты это все заполнял? Как происходила тема? Значит, происходило следующим образом. Я понял, что вот именно такой формат мне подходит. Я не сразу к нему пришел, тоже методом тыка, изменений и так далее, и всего. Работа этого человека, который вот сделал полностью и два портфальных аккаунта, и намиксовал видео, и нарезал картинки, и так далее, и так далее, все это еще выложил в CMM Planner. Примерно в целом около 60, максимум 80 тысяч, я не считал. Это было на протяжении 4 месяцев. 4 месяца вы делали и создавали такой аккаунт? Да. Прикольно. А когда по часовой договорился или просто за 8 партнер? Нет, это было за объем. За объем. Например, мне нужно было сделать там 15 видео. Он сказал, я это сделаю там за 4 дня и за там 10 тысяч. А вот у тебя видеооператор и видеокоманда и контент, кто выкладывал, это отдельно люди или это все отдельно? Один человек, один человек курировал и собирал, и все это закачивал на CMM Planner. А ты снимался там отдельный видео, у тебя есть, просто я вижу, тут с тобой видео, это как-то вот снимался, например? Например. Например, у тебя было где-то вот там лично, а это нарезка. Это уже ты скинула ему материал? это был материал, да, у меня в этом плане есть была большая база, то есть у меня есть чем было работать. Они все смотрели, вытащили, я смотрел. А ты сам смотрел? Я написал ТЗ, вот эту картинку возьми с этого видео, это и 100 видео, это там 8-10, если заморочился, да, я написал серьезно, это за смысл, все были от тебя получается, они вот эффект уже накладывали. Потому что я пытался, у меня был путь, который пришел в никуда, был человек, или даже два человека, которые пытались сделать инстаграм-аккаунт, но это был не тот формат, который мне понравился, хотя они стоили денег, достаточно больших, все равно было не то. То есть ошибка, да, это на кого-то думать, что кто-то тебя прочитает там лучше, чем надо и сделает тебе хорошо, то есть как многие хотят. Можно я отдам денег кому-нибудь, там сколько надо, 100, 200, 300 тысяч, и мне все сделают. Скорее всего, не получится. Не, может быть, получится, просто может быть, мне не повезло. А, окей. Вот, но у каждого свой путь, у меня был путь такой, что мне проще было заморочиться, но больше не смотреть. Так, по деньгам сказали. Был ли трафик напрямую с инстаграма, или в основном это страница визитка портфолио для тех, кто уже интересуется работами Сергея? Да, в основном это второй вариант, но именно в инстаграм есть заявки, есть письма, хотят поработать, но трафик в основном не тот, который подходит, не целевой. Квартиры небольшие там. Комиксы вылезли, ну ладно. Так, если будет реклама для холодных клиентов, будут ли переупаковываться инстаграм? Инстаграм как раз сделан так, чтобы приходили и холодные клиенты. Сейчас ситуация такая, что инстаграм работает как добивочный формат, не формат первого касания, клиенты, это формат касания, ну формат считывания меня как специалиста. Уже подогревающий. Да, подогревающий. А видел тебя, где же на другом сайте, может быть, или вебить видео ютубе смотрел. Да, где-то он смотрит ютуб, где-то он смотрит хаос, где-то он смотрит профи, где-то он смотрит еще какие-то ресурсы сторонние. То есть сюда приходит минимально хотя бы подготовленный клиент, который где-то тебя уже видел. Да, он изучает про меня информацию или про мою студию и это одна из площадок, который его заставляет все-таки со мной работать и в ценовом условии. Важная область применения, потому что всегда нужно говорить, как правильно сделать инстаграм, чтобы продавал. Ну, зависит от цепочки продаж. То есть, если ты продаешь в других местах и сюда ведешь уже подогретых клиентов, это одно. Если ты будешь продавать напрямую отсюда и сюда отдавать рекламу, то скорее всего какая-то переупаковка должна быть, чтобы было объяснение, что у тебя можно купить и заявка на какую-то бесплатную консультацию. Прикольно. Пишут тебе благодарностью. Сергей Классно оформил инстаграм с сайта ютуб. Я давно подписан, мне нравится. Вопрос. Куда ведется платный трафик для активного привлечения клиентов на сайт Квиз отдельный лендинг? Если у тебя платный трафик, вообще ведешь ли ты его за деньги? Если да, то куда? У меня был платный трафик, но он не связан с портфолио, он был связан с книгой, который... Покажи про книгу тоже. Расскажи, у тебя еще проекта есть, я знаю, ты давно, долго готовил, интересная тема. Да, книга это планер ремонта, здесь идет, сейчас работает. Это больше такая книга, связанная с, не только с дизайном, но и в целом для людей, которые хотят структурированный, хороший, понятный ремонт. Здесь как раз показано, что эта книга и как она поможет, и кому она поможет. И как и кому, и как называется? Как называется, она называется планер ремонта, в принципе, ну дневник ремонта, а планер ремонта в инстаграме. Вот, тут я покупал холодный трафик, здесь как раз структура следующая, сначала человек видит какой-то креатив, после креатива есть лид магнит, то есть, допустим, пройди тест, получи скидку. Вот тут как раз есть этот лид магнит, но в таком уменьшенном формате. Расскажи, что это за тема, для кого она, что она дает? Книга дает возможность закончить ремонт без максимального количества геморроя. по факту, когда человек сталкивается с ремонтом, он сталкивается с тем, чем он... Домовладелец. Домовладелец, либо дизайнер, который помогает им владельцу, либо строитель, который начинает стройку. То есть, тут есть ресурсы для каждого из участвующих в ремонте. тут у тебя сделаны опросники, чек-листы, материалы, которые проходят все люди, которые присутствуют, насколько я понял. Да, для того, чтобы там ставить чек-листы по сделанной работе. Да, тут самое... Это самое простое, что сейчас ты открыл. Например, есть более сложные вещи, например, помимо вводных данных мы там можем составить бюджет самого проекта. Составлено там два-три листа бюджета при закупке того или иного формата. То есть, можно ввести бюджет проекта от А до Я. Причем я сначала показываю бюджет, который закупается в самом начале ремонта, например, какие-то стройки, до финального декорирования. Это все как раз идет последовательно. И все можно закупать прямо непосредственно в этом журнале. Это печатная версия сразу, если есть вопросы. Это печатная версия, и с печатной версией надо будет работать каждому из присутствующих в ремонте. Супер. Ну, если что, можно будет обратиться к клиентам, дизайнерам, ремонтникам, то я, кстати, посоветовал недавно у меня клиент есть, кто делает по компанию для ремонт и отделки. Он сказал, что ты, Сергей, у него есть такая тема, дал ссылочку. Поэтому, если тоже интересно, проходить по ссылке. Сергей, спасибо тебе за этот самый, за детальный такой интересный обзор. Если какие-то вопросы есть, пишите Сергею, думаю, в директора на ответе, да, ну, либо мне пишите, мы передадим вопросы и, может быть, еще дадим. В завершение тоже скажи, что ты рекомендуешь? У нас есть две категории клиентов, дизайнеров. Первое, это, условно, начинающие, которые только там строят свой бизнес, свою работу и хотят выйти, там, условно, с позиции 30-50 тысяч, да, стабильных, 100-150, как им, на что им обратить с упаковкой внимания. И второе, это уже, вот где мы занимаемся, студия лайф, там, те, которые уже зарабатывают 200-300 и более, вот, как им то же самое сделать, там, чужими руками. Вот два, если совета дашь, будет круто. Давай еще откроем мой инстаграм, чтобы сразу я на примере инстаграма рассказал. Так как у нас тема инстаграма, давай, наверное, в рамках инстаграма я на эти вопросы отвечу. Для двух, вот эти категории, Категория 1. Там, на самом деле, все просто, я эту историю тоже изучил, хочу поделиться лайфхаком, который сэкономит, может быть, кому-то там сотни тысяч рублей. Нету волшебной кнопки, есть обычные вещи, которые любят все люди, любят халяву. Всегда. Вот представьте, человек, который вас не видит, а вы еще начинающий дизайнер, и вы хотите еще, ну, хотите еще набраться опыта или хотите нам, ну, вот просто, клиентов хотят набраться. хочется, да, чтобы клиентов были, были хоть какие-то деньги, чтобы хоть что-то было. Вот первый формат и первый мой совет как раз для этих ребят. есть возможность сделать очень хороший, вкусный лид-магнит. Лид-магнит – это то, что ты сделаешь ему бесплатно. На что ты можешь делать бесплатно? Планировку, ты можешь делать концепт. Чем вы сильны, то и можете сделать бесплатно. Подбор картинок, подбор картинок, анкетирование. Теперь анализ какой-нибудь, да? Анализ, экспресс-анализ, выясненный объект, консультация, консультация по любому виду вопросов. Прикольно. Любые типы консультации, которые ты можешь сделать. Может быть, у вас классные строители, которые закроют, ну, специалиста. Вообще, что-то полезное для своего типа клиента. Да, все что угодно. Да, это надо вывешивать на лид-магнит, надо вывешивать на ту минимальную рекламу, которую видит человек в первые 15 секунд. Ну, в шапку плюс реклама. Шапка плюс реклама, которая ведет на раскрытие этой услуги. И по-другому не работает. Вот серьезно, если вы только начинаете, даже не думайте смотреть на другие методы. И это еще работает, когда у вас цена вашего квадратного метра не выше рынка. То есть, или минимальный, либо низкая достаточно, либо средняя. А у тебя, кстати, какая цена пара? У меня высокая. У меня высокая, да. У меня высокая. Этот формат не про меня. Человек, который я пытался сделать, это не работает. Человек, который приходит на лид-магнит. Он за дешевым идет. Да, он идет за дешевым, и когда он начинает, увидит мою цену, конечно, они сразу не вывешивают, сразу я им не говорю, какое коммерческое предложение у меня. И он сразу начинает сравнивать с людьми, которые сделают, ну, он со стороны не понимает, просто не понимает, какие особенности, какие могут быть, какие работы делаются, насколько структурирован, насколько проработан дизайн-проект у меня, или, например, у начинающего дизайнера. Ему тяжело, потому что он новичок. Ему кажется со стороны, что это практически одно и то же. Нет такой работы внутри. Поэтому он сравнит и уйдет. Он убежит. Это холодный человек. Это ваш клиент, если вы ищете таких людей. Берите их, нарабатывайте опыт и берите уже менее таких любителей, халявщиков. Ну, не халявщиков, это плохое слово. Просто людей, которые могут делать хорошие проекты, качественные, имеют на это бюджет и имеют возможность платить за хороший дизайн. Это первый формат. Второй формат и как раз моя история. Человек, который хочет увидеть человека, хочет увидеть более качественное портфолио, хорошую студию. Для него это важно. У него запрос уже такой. Да, у него. Да, этот запрос изначальный. То есть он понимает, что ему даже халявная планировка, ему... Погода не сделает. Да, погода может быть сделать, но если он действительно увидит портфолио, который ему больше понравится и планировка, который ему нравится, он со мной пойдет к человеку. То есть побеждает уже как бы качество именно работы, интересность самого персона, нежели бесплатно условно планировку от другого. У меня не подходящее. Да, это немножко другой уровень клиентов. Если это разбирать, это еще на полчаса будет. Короче, да, это второй формат и к этому тоже надо приходить. Но это как раз такой формат, на такой формат можно переходить, когда у вас уже есть проработанное портфолио, какие-то уже, ну, не знаю, победы, какие-то там вещи, которые вам нужно показать, которые показывают вас эксперта. Вот тогда этот формат вам подойдет. В данном случае такие вот лид-магниты не работают, либо работают, ну, не очень хорошо. Я думаю, все будет работать, но везде есть процент, погрешность. Здесь поможет как раз экспертное видео, поможет полезность, которую ты делаешь, например, для ЖК, или ты делаешь хороший, хороший пост, либо ты показываешь личные какие-то истории, которые помогают им сделать выводы в их ремонте, какие-то полезности. Это второй формат, более экспертный. Как раз YouTube площадки очень хорошо показывают экспертных дизайнеров, они получают таких клиентов. Супер. Вот. Спасибо, что поделился. Здорово, интересно. Ну, как всегда, да, вот есть пример, то есть я всегда люблю на каких-то конкретных примерах человек, который получается, у которого действительно классные проекты, хорошие клиенты. Спасибо, что тут был с нами вместе и отвечал на вопросы. Это очень здорово. Те, кто хочет внедрить, опять же, волшебный какой-то инструмента нет, не получится там условно скопировать сайт, и как будто у вас будет то же самое, но есть возможность в этом разобраться. Кто хочет, кому ценно в этом разобраться, приходите в клуб системных дизайнеров, приходите на студию Live, если у вас уже есть деньги. Вот, будем общаться и помогать им на построить ваш путь. Как тебе, кстати, по поводу именно, ну вот, какие тебе мысли были, когда ты вот это все проставил, продумывал? То есть ты же много разных вариантов пробовал, да, сколько ты там истратил время, чтобы прийти именно к этому. То есть можешь как-то оценить. Я думаю, весь путь с момента регистрации Инстаграма. Ну, как бы, да, до понимания того, что работает, то, что продает. То есть сейчас, я так понимаю, это приносите клиентов и, значит, хорошим служит по спорям для презентации тебя и подогрева клиентов, чтобы они покупали у тебя. То есть достаточно высокий чек. Да, да, да. Сколько у тебя, как бы, условно там, с пониманием, как оно должно быть в Инстаграме до создания времени прошло? Ну, я думаю, не меньше четырех лет. Ну, если говорить про такое чистое вот, чистое время, которое занимался этим и вникал именно в сам Инстаграм, я думаю, это порядка полугода. Супер. Супер. Порядка полугода. Значит, Сергей нам только что помог сэкономить четыре года, вам помог сэкономить четыре года, да, либо шесть месяцев. В любом случае, если действовать правильно и по плану, это можно время еще сократить больше, потому что есть уже готовые шаблоны, материалы, действуйте. Для этого помогут и команды, которые понимают, то есть, допустим, вот Стас говорил про системную студию, как раз я составил этом, и то же самое мышление, которое транслирует и Стас, и люди, которые также находятся в команде, помогают, подсказывают это сделать, подсказывают какие-то решения. Вот здесь вы видите только один мой пример. А у нас, например, сегодня была обратная связь с шестью-семью людьми, у которого очень много разного опыта и которые делятся этим. И как раз я уверен, что я бы не пришел к этому Инстаграму, если бы я не послушал и твои советы, и советы той же самой Даши и Кеши и так далее. Это реально, это такая некая коллаборация всего увиденного и услышанного вместе с людьми. Поэтому, конечно, если есть возможность, надо обучаться, просматривать. То же самое, как Инстаграм, я услышал очень много мнений, получил обратную связь от тебя, от ребят, посмотрел сам много Инстаграмов и сделал этот продукт. Я прошу, чтобы вы так же сделали, потому что это реально рабочая схема. То есть через анализ, не копированием, через осмысливание осознания, вытаскивание своих ключевых смыслов, создание своей стратегии продвижения. Да. Серега, спасибо, что поделился. Давай. Если есть какие-то вопросы, пишите Сергею, пишите нам. Если кого-то еще пригласить, рассказать, показать, то в следующих сериях я думаю, увидимся. Спасибо, пока. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok